Ну что, уже в аэропорту, лечу в Гарвард Бизнес-Скул. По прошествии 20 лет решил снова поучиться, уже месяц штудирую кейсы. Интересно, понравится или нет, будут снимать. Я не понимаю, как мы вообще могли принять тебя в нашу школу. Ну что, все круто. Это Федери влог номер. Yeah, exact. Кайф. Я люблю улицу. Шеклдон. Кайф. 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 Я снимаю себя. Крайф. Крайф. Интерактивный театр товарища Гарварда. Нет, не дорого. Аааа. Они в глазах. Скажи мне. Ты не делаешь реалити-тв, а ты? Федери вкап. Ивенты покруче. Так что, спасибо. Because I love you too much, baby. It's more than a feeling, more than a feeling, more than a feeling. I hear the notes on think it's talking again. And I begin dreaming, more than a feeling, more than a feeling. Всем привет, это Федери влог номер 10, юбилейный выпуск мы решили записать специально в Гарвардской бизнес-школе, поэтому добро пожаловать, не переключайтесь. Вопрос номер один, почему Гарвард и вообще зачем в почти 40 лет учиться? Я могу сказать, что я думал точно так же, почти 20 лет даже не рассматривал идею бизнес-образования, до момента, когда в прошлом году я не оказался в Стэнфорде. Я понял самое важное, что то, что является бизнес-образованием здесь, и то, что является бизнес-образованием в ведущих бизнес-школах мира, это две тотальные разницы. И я искал программу, которая была бы достаточно короткой, и которая была бы максимально сильно связана с моим бизнесом. И нашел такую программу в Гарварде, которая называется Leading Professional Service Firm, то есть управление компанией, которая оказывает профессиональные сервисы. Заполнил application, примерно месяц ждал ответа, и в октябре мне сказали, вы приняты, ждем ваших оплат. И когда я получил первое письмо от руководителя курса, там была написана очень интересная мысль, что если вы собираетесь уехать из Гарварда с простыми решениями сложных задач, нет. Потому что мы попробуем, попробуем научить вас думать чуть-чуть иначе. Этим выпуском я хотел немножко приоткрыть завесу, что такое бизнес-образование, как я смог его увидеть впервые, прикоснувшись к нему почти в 40 лет. Давайте посмотрим. Ну что, мы в общаге. Общага Гарвардская. У нас желтый чемоданчик, слава богу, есть утюг. Вот так и живут студенты. Вот это наша общая комната. Здесь кто-то пьет молоко, кто-то пьет кока-колу, там какие-то йогурты. Но то, что важно, это место, где каждый вечер группа из 8 человек собирается для того, чтобы поделиться впечатлениями от сегодняшнего дня. Спасибо за время с гофрой. Правда, свет. Многие ходят в спортзал. Вот, пожалуйста, и в спортзал люди бегут по туннелю. Под всей территорией Гарвард Бизнес Кул находятся туннели для того, чтобы можно было дойти до своего класса, не попадая на улицу. Я люблю улицу. Не скажу, что люблю холодно, но улицу люблю. Торчат по всему кампусу. Кампус – это вообще такой вот городок. Такие синие столбы, на этих столбах лампочки, то есть ты можешь просто кнопкой вызвать полицию. Ну вот, так выглядит аудитория, в ней помещается чуть больше 50 человек. На самих парах снимать запрещено. Профессор, он выступает модератором. И нереально жестким. Кто-то знает, кто такой Шеклтон? Это исследователь знаменитый Северного полюса, который четыре раза пытался покорить цифр полюс и четыре раза фейл. Приходит весна, и лед не растаивает. Он говорит, окей, ты Шеклтон. Так, что мы должны делать? Что мы должны делать? Так, ты Шеклтон. Мы должны идти? Что вы решили? Что вы решили? Те вопросы, которые задают преподаватели, часто кажется, что они не связаны с бизнесом. Но на самом деле, твой мозг прекрасно выстраивает параллели с теми ситуациями, в которых находишься ты. Главный вывод, знаете какой? Нет правильного ответа. Нету. Вместо тебя никто не сделает твой бизнес. Вместо тебя никто не примет правильных решений. Это интерактивный театр товарища Гарварда. Очень дорогими билетиками. Ну, на самом деле, я исписал полностью тетрадку Монблан вот такой вот толщины. Просто у меня голова вот как... По поводу тетрадки. Когда я был на лекциях, я разбил на 2 основных блока. Один блок – это были просто заметки с лекцией. Презентации сейчас выложены в электронном виде. Но я понимал, что просто скачать потом файл – это не будет такого эффекта. Для того, чтобы это лучше заполнить, то, ну, вот примерно вот так вот выглядят мои заметки, да. Если вам будет видно, да, скажем, какие-то такие штуки. Это одна история. А вторая история, которую я вам не покажу, чтобы вы потом там на стоп-кадре не мучились, как бы это так прочитать. В общем-то, это вот это вот, видите, сколько страниц. Это все идеи, которые приходили мне в голову, связанные с развитием моего бизнеса, с развитием моей компании. Стиль преподавания, как мне кажется, отличается. То есть нет того, что вы студенты сели, взяли ручки, записываете, сейчас я буду вещать. Нет этого вообще. Это стопроцентный интерактив, в котором ты являешься участником. И скорость движения мысли фантастическая. Это реально напряжение мозгов. После 3-4 часов дня, когда, потому что лекция начинается в 8, у тебя уже кипит голова, у тебя просто перегрет мозг, и ты просто, он говорит, чувак, я больше не хочу усваивать информацию. И ты ее запихиваешь, запихиваешь, запихиваешь. Проиллюстрировали, объяснили, взяли ручки, вырвали и выбросили. Промазал, не попал ворона. И я могу сказать, что для посетителей как раз моих лекций и моих семинаров я буду стараться увеличивать как раз этот вот блок интерактива и сокращать просто начитку материала, который можно действительно будет посмотреть в онлайн-курсе. Ну вот, все и закончилось, но никто не хочет уходить, все сидят и никто не хочет вставать. So, it was really, 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 really great experience, because I agree about the diversity, so many people with so many different, again, experience, nationalities. I'm Pablo, from Colombia. I would like to thank the team, Tolu, Meret, Kadir, Frank, Matt, and Andri, for their companionship during this week. My name is Tolu, the LPS server 2018 said I'm privileged to be part of this great team. Hi, my name is Meret from Norge. I really enjoyed being at Harvard and working with you guys. We have had really good group discussions, I think. I'm Abdul Kadir, I'm from Turkey, Istanbul. I really enjoyed working with you and get to know you. Frank from Australia, Canberra. I've had a great time at Harvard, especially the different nationalities and diverse discussion groups. I really had a great time. Hi, I'm Matt, I'm from the UK, as you can probably tell by my accent. I really enjoyed being at Harvard. I love the diversity of the group. I work in a company which is just full of English people, so to spend the week with no English people is absolutely brilliant. Like Andri and everyone else, I just want to try and get my head around everything I've learned and hopefully make a difference. Thanks. Thank you guys for being this week and I hope we meet again on some other Harvard or Stanford or some other courses. Peace. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Уже 15 минут у меня день рождения. Первый раз за всю жизнь я встречаю день рождения не дома. И, конечно, когда я смотрел на этот курс и понимал, что он происходит раз в полгода, был большущий соблазн перенести это на лето. Но я понимал, что, наверное, борьба с самим собой и возможность победить себя вчерашнего – это самый большой подарок, который человек может сделать сам себе. Это самая большая вечеринка на день рождения, которая у меня, в принципе, когда-нибудь была. This is for your reality show that you're filming? You're goddamn right. Okay. What's the top thing? It's called mohnatka. Give me an advice. Great advice. Great advice. 20 seconds. Don't think too much about it. Go and do it. My advice would be that the biggest risk that an entrepreneur can face is the risk of missed opportunity. I heard yesterday that you have run how many marathons? 55 marathons. This is just incredible. You are now 60. 68. 68. Yes. And what is your main motivation? It's the work-life balance. I have a business with a thousand employees. How many? A thousand employees. And we like to be at the front of innovation. It's really exciting to have a lifetime of learning. And, I mean, I'd like to live to 100. So, what I have to do is keep it. Don't be afraid of making changes. You might go wrong. But people will appreciate it if you're honest with them. I want you to know at some point in my life, I would like to be able to afford a camera like this. And I think that the Harvard Business School will need to increase its tuition for programs like this. And have a kickback to me. So, thank you. And all of you to thank Professor DeLong for the week so far. So, let's go! You're not doing reality TV, are you? I am. No! We are now coming to the building called Ciao Center. This building will be ceremony of awarding diplomas. Ciao, it's not the meaning of a hello or a hello, but it's the name of a person who paid money for this building. It created opportunities for others through education. It inspired and helped those who come to campus. Please, follow her example. So, where are we going to start? With discussion group 35. Yeah! Thank you. Thank you. Pablo. Thank you. You're welcome. Frank. Thank you. Thank you. Andrey. Here you are, Andrey. Who is him? Andrey. Yes. Yes, it's him. Yes. Thank you. What? You see, friends. You can buy an expensive car. But all that you get is a red card. Well, that's it, guys. That's it. So, management summary. I'll give you the most important thing. First. That's what you need. Какой мой следующий шаг? Какая the next big thing? Что будет тем, чем я буду заниматься через 3, 5, 10 лет? Потому что любой вид деятельности, которым бы вы не занимались, становится неактуальным. Напоследок я хотел сказать одну маленькую историю. Те решения, которые вы принимаете, как правило, к вам возвращаются. О чем я говорю? Я немножко не рассчитал количество вещей, кучу книг, которые я везу назад. По поводу книг. Мы сейчас готовим специальный книжный выпуск. Потому что вопрос, какие книги читать, прочитать, это самый популярный вопрос, который мы получаем в YouTube, в социальных медиа и даже после выступлений. Я постараюсь рассказать примерно о 10 книгах, которые для меня являются, ну не то чтобы настольными, которые, наверное, сильнее всего повлияли на мою бизнес-жизнь. И в двух словах рассказать про каждую из них, для того, чтобы вы могли принять для себя решение, стоит вам на нее тратить время или не стоит. И в итоге, чтобы не рисковать, я решил купить еще один чемодан. Когда я пришел в номер, то я открыл этот чемодан. Я обнаружил внутри еще один чемодан, который стоит 420 долларов. Но вопрос заключается в том, что я же его не покупал. Кто-то сделал маленькую ошибку, за которую потом заплатят продавцы. И они будут очень расстроены. И тот негатив, который они будут испытывать, они отправят туда. И он вернется к вам, если вы примете неправильное решение. Поэтому сейчас я буду звонить в этот магазин. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. И говорить им о том, что друзья, спасибо за подарок, но он мне не нужен. Считайте, что это инвестиционное решение, потому что так вам выгодно. Спасибо. Пока. И вот представьте себе, я прилетаю в Киев. У меня есть пару-тройку чемоданов и целый пакет подарков. Меня обступают дети, и я понимаю, что у меня нет пакета подарков. Пытаюсь вспомнить, и я понимаю, что это было на таможенном контроле. Когда меня попросили пропустить чемоданы через сканер. Проходит 2 часа примерно, может быть даже 3. Водитель приезжает в аэропорт, приходит на таможенный контроль, и ему отдают в целости и сохранности пакет со всеми подарками в 11 вечера. Я уверен, не верни я этот маленький чемоданчик, я бы пришел домой без единого подарка для своих детей. И никто бы его не нашел. Просто так бы сложилось. Каждый ваш поступок определяет то, какой будет ваша жизнь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok